Какие ваши слова в этом году будут последние слова «Спартаке»? Пускай поедут отдохнуть и заодно и голову. А что я могу им еще пожелать? Если честно, так в футбол не играют решающие игры. Это просто безобразие. Я сам себя как натыкал, думал, как «Спартак» вчера выйдут, дадут бой. Это команда разболтанная. Сегодня она лишний раз показала, что в нее трудно верить. Есть еще оптимисты, которые еще что-то верят. Я буду верить. Но в конце концов, я был в содрогании от того, что происходило на футбольном поле. Просто «Спартак» лишний раз показал антифутбол. Так нельзя играть в футбол. Это просто какое-то безобразие, честно говоря. Слов нет. Вот. А что вам в первую очередь не понравилось? Мне не понравилась самодача. Мне не понравилось полное безразличие многих футболистов. Мне все не понравилось. Понимаешь, когда из целого коллектива одного-второго вырвешь, и потом что-то склеить, но их же спорят, никого не выгоняли. Все нормально. Понимаешь, такое складывается впечатление, что полное безразличие. И когда команда играет эпизодами, были некоторые эпизоды, да и то трудно. По сегодняшней игре я что-то даже эпизоды не могу вспомнить. То впечатление такое, что, конечно, не хочу, ты заметил, я про Коннова ничего не говорю. Я тебе как-то сказал про него, что работа у него непочатая края. К какому он придет, общему знаменателю, и решать ему. Но, честно говоря, с таким бордком надо еще разобраться. Потому что то, что происходит на футбольном поле, в некоторых моментах до меня, как человека-профессионала, просто не доходит. Люди просто в наголове теряют позицию. Бежать назад не хотят. Отрабатывать свои ошибки не хотят. И во всяком случае, сегодня я пришел к общему мнению, что команда фактически уже в отпуске. Вот примерно так. Сезон у нас относится к Кубкам России 24 февраля. Может быть, в связи с тем, что почти все участники Кубка России вылетели, то, может быть, и надо перенести все это, а не играть зимой? Ну, это не ко мне вопросы. Но я уверен, что этим вопросом зададутся только 10 февраля и не раньше. Да никто не будет этим заниматься. Там сидят такие остановки. Мы живем в какой стране. Да кому это надо? Да никому это не надо. Мы можем неделю в футбол не играть, а потом взять людей, направить в мороз, играть в 20 градусов мороз. Вот и все, когда можно было свериться с гипнозом, с синоптиками, они скажут, что играйте сегодня и так далее. Были окна и так далее. Да ну нет. Не хочу об этом говорить. Не хочу. Там надо половину федерации футбола менять, а потом уже говорить о футболе. О чем ты говоришь? А то, что продолжат в Еврокубках участвовать «Краснодар» и «Зенит», два лидера нашего чемпионата, остальным клубам это даст какую-то дополнительную фору? Я не знаю, что кому его даст, но, откровенно говоря, ты-то срам. «Краснодар» вообще, откровенно говоря, непонятно, что хочет. Его многие хвалят. Многие вообще восторгаются игрой. Ой, как они играют. Ой, какой пас. Сегодня попали по полной программе. Там, я думаю, еще один мяч забей, они бы не попали, как я понял. Не, они бы попали. Там соперник 0-0 сыграл. Ну, это безобразие. Уровень таков, что выше крыши. Извините, связь прервалась. В последнее время связь как-то прервается частенько. Ну, это я же на даче, поэтому прервается. Ага. Еще один вопрос. Скажите, ну, из тех футболистов Спартака, вы видите, из кого надо делать костяк команду? Извините, связь прервалась. Извините, связь прервалась. Извините, связь прервалась. Где-то муря там по пути может бьется. Что-то на какой-то вопрос. Да-да-да, вопрос. Вот из того состава, который у Спартака сейчас есть, вы видите тех игроков, на которых можно команду строить? Костяк будущей команды. Ты знаешь, это другое интервью, и надо подумать. Пока у меня складывается впечатление, чтобы внимательно посмотреть на каждого кандидата. Нет такого уверенности, что я буду прав. А остальные выводы делай ты. Ну, допустим, хотя бы за Луиш. По мне, по той части, что Спартака была по этой половине сезона, он, наверное, лучший и единственный, кто во всех матчах все делал по максимуму. Ну, за Луишу можно оставить, во всяком случае, по самодаче и по желанию. Я согласен с тобой. Потому что, на самом деле… Да, опять связь. Там им, а другим надо разбираться. И еще про Максименко скажите. В целом он на вас какое впечатление произвел? Максименко будет производить только тогда хорошее впечатление, когда сзади будут играть хорошо. Много у него нервозности появилось. И это так должно быть. Опыта маловато. И в некоторые моменты он теряется. Молодой парень… Многие молодые ребята так начинали. Но в обороне Спартаке бардак страшный. И ты это видишь. Просто бордель. Серьезная задача ставить в такой обороны, мне кажется, несерьезная. Ну и все. Спасибо большое, Валерий Ильич. В связи такая, что… Спасибо большое еще раз. Если будет Спартак какие-то поводы давать, то позвоню. А так вроде бы с футболом мы на этом году уже закончили. Ну, смотри, звони. Я к твоим услугам. Без проблем. До свидания.